всем привет мои дорогие зрители и в сегодняшнем видео хочу вам рассказать о своей коробочке glam box что хочу сказать по поводу коробочки glam box за февраль 2014 года она у меня вызывает очень вообще огромную критику наверное начиная с того что пришла на мне очень поздно пришла 13 февраля нет 13 марта но рассылка вот этой коробочке началась 17 февраля то есть она шла практически месяц ко мне и это все конечно вина не glam box не корпорации голым бокс там или сайт как это правильно называется а вина нашей любимой почты потому что я потом все-таки пошла на почту и со скандалом забрала свою посылку и представляете уже два дня пробовала продукцию тестила ее и мне до сих пор не пришла квитанция ну вот такое вот предисловие давайте как бы все таки искать в себе какой-то позитив и посмотрим что это за коробочка и ну на самом деле уже как-то нет настроения знаете никакого но все же и так первое что было в моей коробочке давайте я начну самого простого это вот такое даже средство не средство как его назвать я не знаю и короче насадка на такую фигню который умывает вашу кожу которая помогает снять ваш макияж при помощи геля для снятия макияжа и который еще с вибрации philips называется да как эта штука правильно называется я скажу вам может быть в конце видео потому что сейчас если буду искать буклет просто пройдет куча времени ну в общем внутри здесь такая насадочка и в буклете написано что якобы девочки пропользуйтесь посмотрите и решите нужна вам вообще вот эта вот фигня то есть полноразмерная или нет ну что хочу сказать я этой штукой не пользовалась сразу брать не буду но я ее как бы доставала и трогала щупала так скажем а ну внутри вот такой вот буклет еще вот тут находится но я думаю это не интересно будет в общем такая щеточка очень аккуратно сделанная беленькая такая что хочу сказать очень интересный у нее срез щетинок он как бы такой знаете под конусом срезана вот эта вот щеточка и щетинки очень деликатные очень мягенькие я думаю что они просто безумно классно будут смывать макияж будут даже очищать поры будут усиливать кровообращение на микроциркультурном уровне и в общем то я попробую конечно вот это средство не знаю сколько средства вот эту штуку я попробую не знаю сколько стоит полноразмерная вот эта вот штучка посмотрим может быть даже и в скором времени закажу или там приобрету где-то если это продается магазинах и в принципе неплохая вообще задумка и вот это вот ерунда для умывания блин я не знаю как это назвать даже как-то неудобно на самом деле дело в том что я смотрю многих моих любимых блогер и они пользуются вот такой вот штукой для умывания который на батарейках и они просто без ума от нее естественно не ежедневно они пользуются этой штукой но время от времени и в принципе довольны поэтому я тоже буду присматриваться так дальше чтобы у меня в портах в коробочке это парфюм парфюм я оставлю на потом потому что описание парфюм это очень сложно и оставлю его на потом да девчонки давайте вам расскажу о тенях которые мне пришли в коробочке глэмбокс вот такие вот тени от живанши вообще я заказываю глэмбокс уже наверное четвертый раз два месяца я пропустила но заказываю четвертый раз и мне первый раз вообще с моих заказов мне первый раз пришли тени и эти тени были тенями живанши и я ими пользовалась вчера когда ездила по своим делам и они мне очень понравились объясню почему ну внутри в общем здесь две такие таблеточки таблеточки теней светлый цвет и коричневый ну давайте я не буду называть как бы заморачиваться в их названии в общем то ну кашемир и какой-то такой базовый оттенок и кашемир вот этот темненький я сначала нанесла вот этот светлый оттенок на веки и поняла что это просто не база какая-то а просто такие деликатные крупные да да именно крупные и деликатные блестки которые просто реально держатся целый день они не скатываются они никуда не забываются куда-то в поры и я просто как бы очень рада что использовала как бы испробовала вот эти тени что гламбокс мне подарил такую возможность потому что таких теней я еще не пробовал во первых при нанесении эти тени они такие жирненькие что мне очень понравилось то есть легко наносится пальчиком не нужно заморачиваться не с кистями не с чем-то с какими-то там спонжами до для нанесения теней в общем очень понравилось и вот эти вот коричневые тени которые кашемировые они вообще в моем воображении теперь идут как вообще как подводка это очень пигментированные тени в отличие от светлых теней в них блестки есть но они мелко-мелко-мелко дисперсные и они так тоже очень деликатные эти тени они тоже кремовые вот я думаю что вот эти тени их можно тоже приобрести в будущем и использовать с кисточкой вот от у меня есть от бобби браун которая идет для подводки глаза нам очень будет интересно вообще вот это все дело и причем вот эти тени коричневые они просто замечательно тушуются сегодня я не делала свой макияж вот этими именно тенями потому что как не хотел заморачиваться и на самом деле я пожадничала и оставила вот эти тени на лето они будут замечательно переливаться летом они будут замечательно себя вести и просто незаменимые будут летом и ну конечно их очень мало здесь очень но на неделю использование прямо-таки их достаточно прилично хватит вот и я поняла для себя что нужно как бы использовать наверное сначала базу для нанесения теней потом тушевать как какие-то светлые тени уже которых здесь просто нет потом может быть подводить глаз может быть в уголок глаза наносить вот эти вот кай коричневые кашемировые тени но вот эти белые тени они идут для придания блеска вашему макияжу то есть поверх макияж нужно пальчиком наносить может быть под бровку очень красиво смотрится дело в том что мы вчера были в кафе и просто мне было куча вообще комплиментов что это за тени что это за марка в общем я опять разговорилась в общем девчонки обратите внимание на эти тени от живанши они стоят дорого но как бы доступно не считаю потому что я смотрела в летуаль эти тени можно приобрести за 700 рублей с учетом того что было когда-то давно давно скидка 40 процентами на все ну плюс даже плюс пусть не будет скидки 40 процентов пусть скидка будет 25 процентов по самой максимальной вашей карте да на скидку за 800 до 850 рублей приобрести вот такие тени вообще люксовые это супер это эти тени хватит вам их хватит на пол жизни реально и они будут супер вы будете всегда на высоте следующее что было в моей коробочке вот так я разговаривала по поводу этих теней не знаю почему ну да может быть из того что они пришли мне в первый раз я так рада у меня от живанши был еще один продукт это маска энергетическая маска по моему так она позиционируется давайте я про нее прочитаю хоть хоть какие-нибудь сведения энергизирующая маска для лица стоит она практически 3000 и 2800 рублей за 75 миллилитров в общем про нее написано что якобы нанесите утром на кожу толстым толстым слоем оставьте на 10-15 минут потом остатки средства удалите влажным ватным диском и вы будете просто стоять будьте неотразима так вот утром вчера я пользуюсь этой масочкой очень маленький тюбик сразу скажу ну как-то все равно какой пришел такой пришел на том спасибо нанесла утром после умывания оставила на 15 минут походила потом согласно инструкции смыла ватным диском влажным и что из этого получилось но вообще после 15 минутного использования на коже образовалась такая липкая пленка которая не очень хорошо пахла и как-то меня она немножко раздражала вот это раз потом я убрала остатки средства ватным диском и поняла что средство конечно осталось на моей коже но вот это вот сияние пресловутой который дает эта маска дживанши она она меня тоже раздражала мне казалось что у меня жирная кожа я нанесла сверху тон я не наносила нанесла просто пудру и пошла по своим делам днем и поняла что моя кожа чувствует себя некомфортно что у меня как-то забиты поры что что-то как-то не так что она уже жирная вот так вот такое вот было ощущение и конечно когда я смотрю на себя в зеркало я тоже понимала что это не мое не знаю может быть эта маска на для такой супер сухой кожи когда уже все нет больше никаких больше сред не какие средства не помогают и так далее и тому подобное я не знаю в общем как то не знаю но я попробую вот это вот средство после бани еще нанести или как-то еще но пока как бы тройка вообще тройка лишь за название да за цену за кучу питательных веществ который содержится в эту в этой маске и больше ничего какой-то кошмар знаю что было еще в моей коробочке это вот такой лосьон до лосьон в объеме там наверное пол миллилитра как пользоваться этим лосьоном как на пол руки может быть наносить его это лосьон от академии давайте прочитаю хоть какую-то информацию молочко для тела с морским коллагеном ну лосьон молочко я думаю практически одно и то же в общем это молочко стоит полторы тысячи рублей за 500 миллилитров а но с экстрактом морских водорослей содержит натуральный коллаген и так далее и тому подобное это молочко я не пробовал он давайте я нанесу ой представляете хотела чуть-чуть нанести на кожу рук чтобы использовать и вот такое вот оно жидкое пол флакона уже оказалось на моей руке и кошмар какой-то блин что что такое жидкое средство нанесу посмотрим что из этого выйдет ну в общем как бы узнаете жидкое жидкое средство которое моментально впиталось которое практически без запаха просто каким-то древесным запахом отдает что это такое вот кожа я бы не сказал что она увлажненная что что-то как-то непонятно мне на самом деле ну ладно короче лосьон ни о чем вот так вот может быть он как-то укрепит кожу моих рук как-то оздоровит их не знаю ну в общем так никогда не приду не приобрету наверное такой лосьончик для себя что у меня тут еще в коробочке есть это крем для рук от локситан вот такой вот еще какой-то крем от для рук от локситан он мне приходил коробочки глэмбокс я отдала этот крем мужу на работу он пользовался он был с апельсином по моему да он сказал что этот крем так себе ну вы не думайте что мой муж постоянно пользуется кремами для рук и просто эксперт в этих кремах просто сказал что у него была проблема с сухостью кожи рук и вот этот крем не решил эту проблему на корню в общем этот крем для рук кори ты от локситан отлично смягчает кожу в общем содержит какое-то там масло кори ты мед экстракт сладкого миндаля общем жасмин витамин е и прочее 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 текстуре напоминаю напоминает заварной крем в общем защищает от обветривания давайте нанесу я поверх своего лосьона да крем очень густой такой прям до безобразия густой какой-то пахнет таким насыщенным ядреным детским кремом советским вот мое мнение ну да он хорошо смягчает следующее что было в моей коробочке глэмбокс это вот такая мицеллярка от овены от овены мне приходило много средств тоже в глэмбокс и cold крем и какой-то крем для лица еще там что-то приходило в общем это мицеллярка тоже стоит кстати она не очень дорого стоит 729 рублей за 200 миллилитров это без учетов всяческих скидок я думаю можно приобрести рублей за 500 200 миллилитровый флакончик вот этого средства но в общем здесь расписано что это средство супер-пупер что обладает всеми преимуществами мицеллярного раствора что удаляет излишки макияж закрывает поры но опять же как и все мицеллярные воды которые я использовала это эвелин это гарнир это лореаль это мицеллярка она также не работает мне нужно от мицеллярки главным образом то что чтобы она удаляла мой макияж глаз это мицеллярка она мой макияж совершенно не удаляет она только чуть-чуть его раздворяет и размазывает все по моему лицу и как бы по вечерам и так времени нет чтобы там что-то делать да когда в 12 часов просто как выжатый лимон тебе нужно умыться и лечь спать а просто размазываешь косметику по своему лицу и это не очень хорошо как бы на психике влияет на мою психику вот поэтому такую мицеллярку я не приобрету и не знаю что с ней делать просто не буду пользоваться ей это точно девчонки в моей посылочке пришел вот такой замечательный крем это крем фрешлайн для лица из перидис когда я беру вот этот вот кремик в его коробочке то мне как-то становится так сразу хорошо потому что коробочка очень тяжелая я сразу подумала блин там наверно так много средства что просто супер когда открыл я открыла то поняла что средства на самом деле не очень много но у него замечательный флакончик замечательное оформление флакончик не флакончик может быть я неправильно говорю в общем то в чем содержится кремик она стеклянная и она может быть пригодится когда я закончу пользование этим кремом я буду наливать туда какие-то пробнички да как делать это катюша органик спасибо катюша за идею и буду пользоваться всякими там пробниками и еще что хочу сказать этот крем стоит 1280 рублей в риф гош и по максимальной скидке вы ее может вы его можете там приобрести за 1024 рубля эта фирма как я поняла она растительная она ухаживает за вашей кожей вот знаете какая тут фишка то что вот этот витаминный комплекс в этом креме укрепляет иммунитет кожи и защищает от свободных радикалов масло апельсина в общем молодость кожи коллаген тут короче так далее тому подобное но в общем этот крем он полностью растительный не знаю правда это или нет как-то не вчитывалась в состав но о состав тут просто огромен я не думаю что здесь только вот растительные средства я думаю что химия все равно в нем есть в этом кремике кремик очень такой очень приятно пахнет я бы сказала что он минимально пахнет но вот это вот вот этот минимальный запах он очень приятен да он пахнет прямо каким-то лесом лесной опушкой мне очень нравится и я пользовалась этим кремом как-то на ночь наносила и днем наносила и поняла что с ним кожа не жирнится что как-то скрываются поры что крем увлажняет питает даже некоторой степени ну конечно подтяжка мне пока не нужна я не слежу за тем подтягивает крем моё лицо или нет но пока я этим кремиком довольна и буду смотреть как он дальше работает может быть его даже приобрету когда-нибудь где-нибудь следующее что пришло в моей коробочке это бальзам минимизирующих поры от бенефит вот такой вот бальзамчик стоит он не очень нет стоит он дороговат он стоит полторы тысячи за 22 миллилитра вот этот вот пробничек я вот так называю он очень маленький и как бы меня расстроило то что он очень маленький потому что вот это средство я ждала я читала что она мне придет и хотел его испробовать что хочу сказать я пробовала пользоваться вот этим средством и поняла что оно похоже на средство от кэр excitement twitter или туалль который называется это средство база минимизирующего поры и матирующие иллюзионист она называется. Вот это средство, это то же самое, то есть никакого чуда не произошло, наша косметологическая наука ничего больше не выдумала, я думала, что-то будет новое, что-то какое-то новшество, но нет, это то же самое. Единственное отличие от литуалевской вот этой базы, которая называется иллюзионист, это в том, что вот этот бальзам, да, бальзам, он немножечко с цветом, а база от литуалев, она совершенно бесцветная, и та база, и этот бальзам, они работают очень хорошо, они держат ваше кожное сало, они просто маскируют ваши поры, и сутки точно вы не будете блестеть жирным блеском, это очень-очень радует, но опять же повторюсь, что это средство, оно немножечко только как бы с таким светом идет, с телесным, я постараюсь вам продемонстрировать, и все-таки оно не перекрывает какие-то покраснения, какие-то дефекты вашей кожи, и да, как-то тоналка не очень хорошо ложится вот на это средство. Пудра все-таки иногда, да, наши дефекты кожи не перекрывает, и то есть, если у вас более-менее такая кожа, которая без изъянов, то в принципе, если вы обходитесь только в пудре, то вам можно попробовать вот этот бальзамчик, и сверху наносить на него только вашу любимую пудру. Еще что хочу сказать, я недавно только узнала, ну как я узнала, здесь была какая-то бумажка, какая-то брошюрка, где указывалось, как пользоваться вот этим средством, и там было написано, что наносить его нужно только на Т-зону, носик, то есть, подобородок, лобик, и все, то есть, не размазываясь по всему лицу, дело в том, что я литуалевское вот это вот средство намазывала на все лицо, и думала, блин, я вообще как мумия, что мне дальше делать, пудра совершенно не ложилась, короче, что хочу сказать, что вот это средство, оно дало мне идею, теперь я знаю, как наносить подобные средства, и да, все-таки это не панацея, и это не новшество, вот так вот. Попробую, конечно, но то, что утверждает, что куплю полный объем вот этого средства, я не буду, скорее всего, этого не произойдет. Ну и последнее из продуктов, что было в моей коробочке, это парфюм. Парфюм я это тоже ждала, я, конечно, до последнего наделалась, что придет не пробник, а может быть какой-нибудь маленький-маленький флакончик, и мне пришел пробник. Этот парфюм Джорджио Армани, аромат Си, стоит он 3100 рублей за 30 миллилитров, и давайте я не буду читать описание этого парфюма, а просто нанесу его на себя, и скажу, с чем он меня ассоциируется, что я чувствую, ой, не туда я брызнула, что я чувствую вообще, что как бы, что с чем едят. Ну, пусть он маленько развеется, ну, как бы не буду врать, скажу, что я им пользовалась вчера вечером, и, ну, в общем, что хочу сказать, парфюм такой цветочный, смородина, шиповник, роза, замечательный шлейф тоже такой цветочно-свежий какой-то, даже немножко лесной, ну, в общем, аромат не мой, да, мне нравятся более такие ароматы, которые заявляют о себе, более такие с перчинкой, со стринкой, я думаю, это аромат более таких молоденьких девочек, которые учатся еще в школе, вот, аромат, безусловно, летний, может быть, весенний, и еще раз повторяю, что он не мой, я его приобретать не буду, ну, конечно, пробником я допользуюсь, ну, в общем, такое, короче, цветочно-свежий, немножечко фруктовые нотки где-то есть, но шлейф в основном такой какой-то смородиновый, вот так он мне предстает. Давайте почитаем, что про него тут пишут. Роскошный и страстный, насыщенный и мягкий, новые проявления шипрового аромата, ну, я бы так не сказала, страсти я в нем не слышу, вообще не вижу, роскоши в нем тоже больно-то нет, насыщенности в нем нет, что за глупости вообще. Вот аромат от Ифраше, черный ваниль, вот там страсть, вот там насыщенность, а это, не знаю, даже как сказать, оставаясь на вашей коже, он не перестает привлекать внимание. Я думаю, что внимания к вам не будет от этого парфюма никакого, просто какая-то простота и, не знаю, это недорогой аромат для меня. Мускусный шлейф, нет, по-моему, мы говорим на разных языках, по-моему, мы разные люди-создатели. Так вот, это все продукты в моей коробочке. Еще скажу, что мне пришла вот такая карточка от L'Occitane, ваш подарок 1000 рублей, у нас в городе такого магазина нет, поэтому, девчонки, пишите, кому нужна вот эта карта, я вам вышлю, честно говорю, вышлю, потому что просто ее выкину и все. Вот какой-то буклетик вот этом о натуральном креме, что якобы этот крем супер-пупер. А, нашла вот это вот описание этого Филлипса, вот это, который с вибрацией для лица. Филлипс Виза Пюр, победитель Алюр. В общем, как он называется, мне интересно. Нежно очищает кожу. Ну, короче, нет тут названия, ну да ладно. Что еще было? Была вот такая вот книженция. Я вообще до последнего думала, что это просто книжка какая-то с описанием средства от Clorans. Тут омолаживающее какое-то действие, омолаживающий кремик, омолаживающий серум. Ну, моей подружке как бы тоже пришла такая коробочка, я что-то у нее сидела и открыла. Вот этот вот буклет оказалось, что здесь полно-полно пробников. Вот, здесь целых 7 пробников на целую неделю, и что якобы попробуйте омолазить свою кожу. Но я, наверное, не буду пользоваться вот этим делом, отдам ее более взрослым своим родственникам, может быть, маме. Вот, пусть как бы пользуются. И если ей понравится, то, может быть, когда-нибудь ей приобрету на каком-нибудь праздник. Очень даже неплохо. Так вот, вот такая вот была моя коробочка. Наговорила я, конечно, много, может быть, что-то и лишнего. Вот, оставляйте свои комментарии. Тут я уже собираюсь ее сложить и куда-нибудь отбросить. Еще раз скажу, что эта коробочка у меня вызвала вообще очень много критики, начиная с момента доставки. Хотя это не винаглый бокс. И, да, хочу еще сказать такой отрицательный момент, что в этой коробочке не пришло ни одного полного средства. Ну, хотя бы лак для ногтей положили, уже для приличия, да. Ну, как бы вот как получилось, так и получилось. Поэтому не судите строго, пишите свои комментарии. И, да, мартовскую я тоже заказала. И тоже сниму видео, потому что если я уже приступила к съемке этих видео о глэмбоксах, то я их так и буду снимать. Итак, всем приятного настроения, приятной погоды, чтобы она отличалась от сегодняшней погоды. И, конечно, счастья. До скорой встречи. Пока.